Еще один русский военный корабль ушел на дно следом за ракетным крейсером «Москва». Тем временем в Украине представили текст нового законопроекта про мобилизацию, и он даже жестче, чем путинский. Ну и в украинской столице на три дня поставили блокпосты для поиска уклонистов. Ну а иностранная пресса снова предрекает Украине мизер помощи от союзников и подталкивает глухой оборонник переговорам с Путиным. Вот обо всем об этом в эфире 24-го и поговорим с военным экспертом Романом Светаном. Пан Роман, рад вас приветствовать. Слава Украине! Здоровья, Слава! Желаю вам здоровья! Пан Роман, рад с вами возможности поговорить, пообщаться, потому что хотелось бы, чтобы вы развеяли вот эту всю депрессию, которую сейчас сеет, в том числе иностранная пресса. Но начну с хорошей новости. Первый вопрос все-таки по Феодосии. С самого утра не нарадуюсь тому всему, что вижу, происходящее с этим большим десантным кораблем «Новочеркасск». Поясните, каким образом нам это удалось реализовать? Ну то есть, казалось бы, да, Феодосия. Это что, в ракете надо пролететь через весь Крым? То что, дырявая ПВО российская? Или же нам как-то иначе удалось подлететь к той Феодосии? Вот если можно об этом, какая у вас есть информация по этому поводу? Еще почему это важно, что россияне говорят, да мол, мы эти два бомбардировщика, которые «Штормшеда» унесли, мы их уничтожили, поэтому размен якобы равноценный, большой десантный корабль в обмен на два украинских бомбардировщика. Ну, первое, никто никого не уничтожил. Су-24 не заходят в зону поражения при пуске ракет. Смысл весь пуска ракет крылатых – это как раз, чтобы самолет не заходил в зону поражения, а в нее заходила ракета. Так как у ракеты ЭПР меньше, намного меньше самолета, эффективная площадь рассеивания, то есть цели надает на локаторе намного меньше, она может идти с огибанием рельефа местности, на предельно малых высотах, с постановкой помех. Ну, то есть целый комплекс мероприятий, которые не дают обнаружить ракету, и она выходит на цель выполнять боевую задачу. Это как раз ракета и нужна для того, чтобы самолет не заходил. То есть, естественно, самолет подымает ракету, особенно наше Су-24, которое используется в качестве первой разгонной ступени, по большому счету, так как прямого управления между летчиком, самолетом и ракетой нет абсолютно никакого. Ракету готовят, допустим, Storm Shadow, Scalp, ее готовят наземные службы, специальная инженерная служба, СИС так называемая, которая забивает в мозги ракеты маршрут полета и летчику, и цель, естественно, и механизм выбора цели, то есть это целый комплекс мероприятий, которые производятся с ракетой на земле. И летчику Су-24 нужно только поднять ракету в воздух, разогнать ее и сбросить в той точке, в стартовой точке, которая расписана в мозгах ракет. Эта точка однозначно до рубежа перехвата. До рубежа перехвата. Весь смысл в этом. Потому никаких Су-24 никто не сбивал. Это просто невозможно сделать, так как они заходят. Не было вот этой самоубийственной миссии, как россияне говорят, что дальности ракеты не хватило, поэтому украинские летчики вынуждены были заходить на территорию действия российской ПВО, и таким образом они были сбиты. Этого не было? Нет, конечно, нет смысла это делать. Дальности хватает для выполнения боевой задачи. Мы видели эти дальности, когда работали скалпы по Керчи. А Федусия что раньше, ну то есть она ближе. По Керчи отработали скалп, помните, тогда был поврежден малый ракетный корабль «Аскольд». Так же самое, один в один та же самая картина произошла и в Феодосии. Просто работает наша разведка, причем глубинная разведка, которая понимает вообще, что этот корабль несет на данный момент. То есть большой десантный корабль, что перевозит. Потому что просто нанести удар по десантному кораблю, ну мы, кстати, по нему уже били, по этому кораблю. По большому счету это же просто жестянка, ну только не жестянка, это так. О корабле летчик только может говорить с принадлежением, поэтому моряки меня в этом смысле поймут. Да, это жестянка, которую, в принципе, очень легко летчику уничтожить. Почему? Потому что скорость передвижения этих кораблей ну 30-40 км в час. А скорость у истребителя за 1000 км в час, если он идет на сверхзвуке, если есть еще противокорабельные ракеты, так они еще больше идут. Больше двух махов, если есть такие. Ну есть сверхзвуковые. А дозвуковые крылатые ракеты, которые идут, они около звуковой скорости 0,8-0,85 маха. Они заходят. То есть это жестянка, которую, по большому счету, повредили. И этот раз тоже повредили. Так вот, за этой жестянкой, просто за каждый из этих банок, плавающих российских по Черному морю. А большой десантный корабль у него задача, ну это такой большой паром. У него задача где-то в каком-то месте набрать в себя большое количество сил, средства и дальше перенести в другое место и разгрузиться. То есть это большой паром, и этот паром перевозил, скорее всего, взрывчат. То есть информация, что он перевозил шахеды. Может быть, не исключаю. То есть он уже был целью не только сам корабль, как таковой, а целью было еще и его содержимое. То есть то, что он перевозил. А для этого работают специальные службы. У нас есть несколько разведок, таких серьезных разведок. Есть служба внешней разведки, главное управление разведки, контрразведка, служба безопасности. Есть силы спецоперации, разведка своя. То есть, ну, естественно, у нас есть связь с разведками наших стран, партнеров. А это больше 50 стран. Вы представляете, сколько разведданных мы можем, в принципе, перелопатить для того, чтобы найти конкретную цель. Правильно ли я понимаю, что этот корабль уже не используется, да, вот как он называется, большой десантный корабль. Это не означает, что там перевозят десант. Ну, наверное, да, это в первые дни россиянам так хотелось бы десант высадить этим кораблем в Николаев или в Одессу. А сейчас это, да, уже просто транспортное судно, которое, поскольку Керченский мост они так восстановить и не смогли, то теперь они вот такими, как вы говорите, большими паромами возят боеприпасы в Крым. Так и есть. Это один из мостов. У россиян шесть мостов, если посчитать все. Керченский мост, два автомобильный, железнодорожный. Есть паромная переправа Керченская. Это третий мост. Четвертый, сухопутный. Это коридор. Пятый, это воздушный мост. Они всем шестыми перебрасывают. И вот один из таких, в принципе, серьезных мостов – это морской мост. А именно выполнять задачи этого морского моста выполняют большие десантные корабли, так как он может взять на борт довольно-таки большое количество боеприпасов. И там само расположение, то есть это военный корабль, который как раз для переброски боеприпасов, техники, снаряжения и десанта предназначен. Вот они сейчас их используют. Их было около 13 кораблей в начале широкомасштабного вторжения. 13 больших десантных кораблей. Часть старых, еще Гдань, кстати, этот корабль, по-моему, в 87-м году пусть кущен на воду в Гданьске, в Польше. Это 4 тысячи тонн водоизмещения. У россиян сейчас новые корабли, большие десанты, они производят их на Янтаре. Это балтийский судоремонтный завод в районе Кенигсберга. То есть у них сейчас, кстати, на выходе, по-моему, два борта должно быть в следующем году, в 2024 году. Эти по 6 тысяч тонн водоизмещения. То есть это то, что у них есть. Вот у них было 13 больших десантных кораблей. Мы, по-моему, 5 или 6 их отминусовали. Вывели и строили. Ну, по крайней мере, некоторые затопили. Но здоровье у них точно уже не то будет после того, как их хорошо отработала наша авиация. Вот этот десантный корабль, очередная цель. Это еще раз повторюсь. Очередная цель. Причем мы даже до третьей не дошли общего количества кораблей россиян. Таких серьезных кораблей. У них около 70 в Черном море. А реально мы где-то больше 20 кораблей повредили. То есть нам еще работать и работать. Но если будет достаточное количество ракет, а это уже понятно. Ракеты «Штормшедо», ракеты «Скалп». Во-первых, у нас есть информация о том, что нам могут передать и более дальние ракеты. Не те, которые на экспорт по 250-300 километров. И более дальние ракеты. Там же толком-то не определишь. Разница в дальности ракеты – это всего лишь достаточное количество авиатоплива. То есть в ракет углите авиатоплива больше. Может даже за счет боевой части. И она пролетит дальше расстояния. Есть так называемые накладные баки. Есть внутренние механизмы, как добавить топливо. И этот вопрос решается. Потому надо только достаточное количество этих ракет. Вот две ракеты отминусовали большой десантный корабль. Сколько у них еще кораблей? Да-да, прошу прощения. Даже если их там чуть больше полусотни. Но это надо сотня ракет, в конце концов, чтобы его затопить. Сотня ракет и время. Время хватит, в принципе, одной военной кампании. То есть следующего года мы можем затопить весь Черноморский флот Российской Федерации, если будет достаточное количество вот такого рода ракет с этими боеголовками, которые работают по кораблям. Пан Романов, вы упомянули о том, что эту ракету программировали на Земле. А вот помогите понять, это потому что мы запускаем их со старых еще советских времен своих самолетов. А вот если мы получим F-16, если пилот в небе получит возможность с помощью авионики самолета наводить эту ракету на цель, насколько это увеличит эффективность? Насколько там вот это важна оперативная ситуация в данный момент в небе, чтобы как бы скорректировать маршрут этой ракеты или задать маршрут цель этой ракете? Вот что поменяется? Я к тому веду, да. Что поменяется, когда мы получим F-16 и уже Storm Shadow будут подвешивать к F-16? Быстрее можно будет решать вопросы. Дело в том, что запрограммировать ракету надо стопроцентная гарантия того, что в этом месте будет находиться корабль. То есть это целый процесс развединформации, согласований, уточнений и принятия решений, и работы в том числе. А это всё за несколько секунд может сделать лётчик, допустим, просто сбросив ракету, управляя определёнными процессами. Лётчик-самолёт. И для этого, кстати, и нужны нам европейские самолёты, чтобы работать с этими ракетами непосредственно для выполнения боевой задачи. Есть ещё сейчас, ну, есть вопрос поднят, но ещё не решён, по Таурусам. Там вообще четыре системы управления. Из них одна из них вообще телекоммуникационная. Лётчик видит, куда ракета идёт и может её направлять. То есть здесь очень много таких механизмов, которые добавляет именно авиация. То есть та авиация, которая может работать с этой ракетой, а не та, которая старая, советская, работает сейчас. Ну, в качестве рогатки, если можно сказать так. То есть разогнать ракету куда-то туда, а ракета дальше сама становится на крыло и выполняет боевую задачу уже непосредственно ту, которая забита ей в мозгу. Ну, нормально. А раз уж тему F-16 затронули, на каком этапе сейчас подготовка пилотов? Потому что сегодня появилась информация, что первые шесть пилотов уже перешли к следующему этапу тренировок на другой военной базе. Но почему только шесть, если мы в ожидании как минимум восемнадцати самолетов, казалось бы, сколько, тридцать шесть нам пилотов как минимум нужно. Вот помогите в этих цифрах, в этих этапах разобраться. Нет, дело в том, что это была информация прошла о том, что шесть пилотов прошли теоретическое обучение на базе в Великобритании, теоретическое, и полеты на тренажерах, то есть наземное. Наземное обучение. Ну, это все в теоретическое вкладывается. А дальше их переместили на другую базу, где они будут уже проводить летное обучение вместе с инструкторами уже на самолетах, на боевых самолетах. Это летная часть обучения. Но это только шести человек. И если, понимая некоторые процессы секретности, которые во всем мире, как всегда, делятся на два, то есть это можно говорить не о шести, а о двенадцати. Почему шесть? Двенадцать — это искорили. То есть если партию куда-то берут на переучивание, то берут эскадрилью, боевая единица в этом смысле. А для того, чтобы в информационный поток выдавать какую-то закрытую информацию, делят на два. Но потом, естественно, те люди, знающие, умножают ее на два. Нет смысла этого делать. Я так думаю, что эскадрилья летчиков сейчас наших закончила обучение в Великобритании и перешла к летному обучению на другой базе, уже на летной базе. Но это всего лишь одна, один поток. У нас не шесть, не двенадцать летчиков. У нас намного больше летчиков, которые учатся на разных базах. Те, которые были оглашены — Дания, Норвегия, Великобритания, Соединенные Штаты — это только те, которые были в информационном пространстве. Опять же, умножайте на два, значит, не четыре, а восемь баз. Это как минимум. Есть еще четыре закрытые, о которых не говорится в информационном потоке. Ну, мы, естественно, говорить о них не будем. Одна из них, допустим, тоже была в информационной подаче база в Румынии, которая будет выполнять уже летную подготовку. Но это летная, это не теоретическая база. То есть достаточно будет летного состава. Там действительно надо будет два-три состава летчиков на самолет. Самолет может работать, в принципе, определенное время. Летчики должны меняться, то есть в две смены хотя бы полетов. Самолет может работать в две смены, один, без проблем с тех составом. А летный состав меняется от смены, от смены к смене. Там смена 6-7 часов, может быть, 3-4 боевых вылета за смену можно выполнить. То есть, по большому счету, до десятка полетов один самолет в сутки в смену может выполнить с двумя летчиками. Поэтому можно так и смотреть, сколько бортов дадут, значит, летчиков в два раза больше. Это минимум, а то может еще и больше для дальнейших каких-то поставок. Сейчас у нас уже, ну, можно спрогнозировать некоторые этапы подготовки летного состава. Можно говорить о том, что у нас летчики уже готовы где-то в начале декабря. Они уже сами летали на F-16, это минимум, исходя из начала подготовки. Переподготовка длится, ну, если летная, то где-то 3-4 смены. Это 3-4 смены, это полторы-две недели до самостоятельного вылета. Это около 20 полетов контрольных. И дальше идет тренировочный. Контрольный – это с инструктором вывозные полеты, так называемые. Это с инструктором. И дальше тренировочный полет там по кругу, по маршруту, по простые виды полетов. Их где-то в течение месяца полутора-двух, в зависимости от степени подготовки, до какого уровня идет переподготовка летного состава. То есть общее количество где-то до трех месяцев. Можно сказать, что вот уже в начале декабря у нас были уже готовые летчики выполнять боевые задачи на простые виды боевой подготовки. Ну, по крайней мере, на перехваток это точно. Там перехватить те же Су-34, три штуки, один самолет мог без проблем. Там девять точек подвески. То есть, по большому счету, есть теоретическая возможность того, что уже F-16 используется в нашем небе. И не только F-16 летали же и на Еврофайтерах была информация, и на Гриппенах была информация. Поэтому, может быть, в этом смысле теоретически уже может быть все. Получить мы самолеты сможем только после того, как будет принято политическое решение. Вопрос принят, ну или нет, это вопрос к Белому дому. В основном они принимают решение по передаче. И количество самолетов в том числе, ну и вооружение. Надо понимать, что самолет сам по себе – это просто летающая пусковая установка. Возьмите пусковую установку того же НАСАМСа с ракетами АМ-120. Это такая же пусковая установка F-16, такая же пусковая установка с этими же ракетами, только в воздухе, только еще и с локацией. Но, видите, вы намекаете, да, все-таки, что могут эти F-16 уже быть в Украине, использованы по трем вот этим сбитым российским самолетам. А почему так? Я говорю, что это радует вот такие ваши намеки. Потому что я вижу, как россияне по этому поводу кипишуют, да. Мы там, может быть, говорим, что это мы Патриотами, их самолеты сбиваем. А они пишут, что это F-16 уже точно в Украине. Ну, они-то, конечно, идут дальше. Они уже говорят, что они там десяток F-16 в украинском небе сбили. Но, как известно, дыма без огня нет. Они про Абрамсы так говорили, да, американские. Они про Хаймассы точно так же говорили. Их у нас еще не было, а они их уже у нас уничтожали. Теоретически, я еще раз повторюсь, теоретически это может быть уже с нашими летчиками с начала декабря. На практике, вернее, практически, это только тогда, когда подтвердит Генштаб или, допустим, тот же Игнат, и подтвердит, и примут решение об этой информации как таковой. А вот, допустим, теоретически летом у нас их не могло быть. А сейчас могут. То есть я, исходя из этих определенных, зная степень подготовки и время на подготовку, переподготовку летного состава, сам занимался. Два полка переучивал на Л-39, с литровых, с МиГ-21, и с Л-39 на вертолеты переучивались. То есть знаю, как это все происходит, и какое время на переучивание нужно. А примерно подготовка на одинаковое, на переучивание с одного на другой вид или тип летательного аппарата в мире, она одинаковая. Пан Романов, но, опять же, наверное, все-таки россияне абсолютно уверены, что F-16 уже у нас. Но судя по тому, как они атакуют Староконстантинов, как они атакуют Канатова в Кировоградской области, по пять, по семь тревог в день там, и постоянно все-таки вот эти аэродромы, они бьют и бьют. Почему-то они уверены, да, что только вот эти два в Украине могут быть аэродрома, которые примут F-16? Нет, у нас аэродромов, которые могут принять F-16, несколько десятков. Дело в том, что любой аэродром, с которого может летать МиГ-29 и Су-27, с этого же аэродрома однозначно и взлетит, и сядет F-16. Это однотипные самолеты, и к полосе у них претензий больших нет. То есть если полоса подготовлена, ветродуйки прошли, сдули, все, что только можно, это такие двигатели, машины, грузовые машины. Впереди двигатель авиационный, который работает просто на создании струи, сдувает с полосы все камешки, которые только могут там быть. И спящего пьяного техника с прошлого запоя, да, бывает и такое, было лично у нас. В свое время в Конотопе ловили его потом. Но вопрос в том, что работают службы, у нас готовых аэродромов, которые смогут работать на прием F-16, несколько десятков по стране, причем с них же работают наши самолеты. То есть именно с них, и в режиме оперативного аэродрома, именно оперативного аэродрома, мы можем подключить эти несколько десятков аэродромов. Туда садится, допустим, борт с аэродромно-техническим оборудованием, либо подвозится аэродромно-техническое оборудование. Оно входит, допустим, для звена, там четыре самолета входят в один Galaxy, ну то есть в один транспортный. И по большому счету это небольшая проблема, перевести это в переходники, там некоторые системы буксировки, контроля, и для проведения предполетной, послеполетной и межполетной подготовки. Это уже встреч, допустим, технико-эксплуатационные части, когда самолеты загоняются для регламентного ремонта, или отгоняются на авиазаводы, но авиазаводы это в Европе однозначно. Поэтому у нас здесь оперативных аэродромов может быть много, чего россияне там привязались к нескольким аэродромам, но это им виднее, там они ж не дружат они с логикой и с той информацией, которая идет. Могут быть у нас F-16, так конечно могут быть, уже теоретически, конечно, могут быть. Если не у нас, знает Игнат, но он не скажет. Если можно, поясни, помогите разобраться еще с вот этими вот тревогами, которые последнее время звучат в украинской столице. Там вот поясняют, что это опасность баллистики, именно по Киеву, но эти тревоги отменяют, да, и пусков не фиксируют, прилетов не фиксируют, ПВО не работает. Ну то есть, смотрите, понятно, да, когда фиксируют запуск и пролет шахедов, понятно, когда МиГ-31 взлетает, тревога по всей Украине, понятно, когда с Каспийского моря есть запуски, это фиксируется, да, и тревоги сирены ревут. А вот с вот этой угрозой баллистики на что реагируют, что объявляют тревогу? И как понимают, что тревогу нужно отменять, что пусков не будет? Скорее всего, включается С-400, допустим, стоящие на границе в районе Курской и Брянской областях. Наши радиотехнические средства слежения определяют включение локаторов С-400, а С-400 только достанет до Киева. Естественно, включение локатора воспринимается как угроза и подается сигнал тревоги. Выключение локатора воспринимается как отбой угрозы и выключается тревога. Дело в том, что ракета же сама не пойдет, управляется однозначно локатором, то есть сама система, она управляет ракетой в том числе до момента выхода ее на цель. На определенной высоте она теряет связь с системой управления. Почему это баллистика С-400? Она не точная, потому что они довести ее до земли не могут. Локатор не видит наземной цели как таково. Есть определенное вычисление баллистической траектории, управление, подруливание ракетой, но не управление прямое, то есть не прямой вывод на наземную цель. Она летит, называется, куда-то туда, вот примерно так. Но локатор, он по-любому нужен, потому включение локатора определяется нашими системами снижения. За это пояснение спасибо. Если можно, теперь к ситуации на линии фронта. Кстати, на Марьинке уже несколько дней, как россияны радуются, что этот населенный пункт не захватили, уже и министр Шойгу Путину лично об этом сообщал, значит, радостно. Но вот сегодня и генерал Залужный подтвердил, что все-таки сейчас из Марьинки пришлось уйти, но он говорит, что это уже нельзя называть даже населенным пунктом, потому что там все разрушено и, собственно, особо нечему россиянам радоваться, что они Марьинку захватили. Ну, армия не держится за города или за какие-то географические понятия. Армия удерживает, если она в режиме обороны, она удерживает рубежи. И рубеж обороны, если его разрушают, идет отход, плановый, планируемый отход на дополнительный рубеж, ну, то есть на запасной рубеж вторую линию, как угодно это можно называть. Причем она готовится изначально, стартово, как только готовится первая линия обороны, сразу же готовится и вторая линия обороны, понимая, что первая линия будет когда-то разрушена противником, потому что первая задача противника какая? Взломать линию обороны, разрушить линию обороны. Вот, человек, что мы занимались, чем мы занимались все лето. Разрушали вот такую отрытую систему линию обороны, первую в районе Работина, А дальше двигались от Орехова в сторону Работина, на Новопрокоповку, ко второй линии, вторую линию разрушили. Все дело времени. Любая линия обороны может быть разрушена. Нет такой, чтобы стопроцентная и неразрушаемая. Весь смысл линии обороны, первая, вторая, третья и так далее, задержать противника, чтобы он долго возился с этой линии обороны. Кстати, если зубы дракона брать, то есть россияне, чем они с мозгами не дружат, они эту линию обороны выстраивали в один-два ряда. И выстраивать ее надо в 5-7 рядов. Для того, чтобы пока разбирают эти зубы дракона, можно было накрыть россиян. Мы, кстати, так начали сейчас тоже выполнять задачи по северо-востоку. Генерал Наев как раз правильно, грамотно их отстраивает. У россиян это не получилось, потому что большая ширина, то есть большая длина фронта по 1200 км, они этого не смогли просто произвести. Но весь смысл, опять же, даже этой, вот эта линия обороны, а также для чего? Для того, чтобы задержать хотя бы на несколько минут, десятков минут врага, для того, чтобы можно было его накрыть. И вот Маринка, это была первая линия обороны, причем восточная часть Маринка. Мы удерживали россиян 10 лет на восточной части Маринки, удерживали, пока они не нашли механизм, как ее, в принципе, срыть. И восточную часть Маринки, центр Маринки, западную часть Маринки, да и всю Маринку с помощью авиационных бомб, то есть кабами. Это так, как срывался Мариуполь, а сейчас они использовали достаточное количество кабов, то есть те же авиационные бомбы просто дольше используются, так как это не свободно падающие, а их надо программировать на определенных этапах. Та же СИС, кстати, занимается специальная инженерная служба, которая программирует авиабомбу, куда она будет планировать. Это же не летчик управляет. То есть по большому счету они срыли Маринку, но то, что у меня информация есть, мы еще на северных окраинах Маринки, тот рубеж обороны, который у нас был там, третий или четвертый в самой Маринке, мы его еще удерживаем. Потому если говорить о географическом каком-то понимании, так Маринка удерживается нашими войсками, часть ее, по крайней мере, в географических рамках самой Маринки. Но опять же, военные не воспринимают географическое понятие города, а именно воспринимаются как рубеж. Рубеж обороны Маринки, как и рубеж обороны Бахмута, до сих пор удерживается украинскими войсками. Это просто рубеж обороны, который они пройти не могут. А касательно левого берега Херсона, вот с получением F-16, может ли это направление стать направлением нашего наступления в 2024 году? И в принципе, я хотел бы об этом вас спросить, потому что все-таки очень депрессивные вот эти вот все статьи, знаете, в зарубежной прессе. Нельзя их обойти, нельзя их не читать, нельзя на них не реагировать, но как бы подводят нас к тому, что все-таки помощи будет точно меньше, а может быть вообще не будет. А значит, мол, в крайнем случае, в лучшем случае, это в глухой обороне стоять, а о новых наступлениях не стоит даже и мечтать. Но тем не менее, вот мы же все равно вот этот плацдарм, можно ли его так назвать, на левом берегу на Херсонщине держим, и может ли этот плацдарм стать отправной точкой для того, чтобы дойти до Крыма? Ну, первая задача этого плацдарма – это попытка отодвинуть российскую артиллерию от Херсона. От Херсона, вообще от правого берега, если считать от Херсона до Береслава. Одно дело там Кабы, а другое дело постоянная работа артиллерии, которая наносит очень большой ущерб гражданскому населению. Как-то, чтобы прикрыть сейчас на левом берегу несколько плацдармов, это тактические плацдармы, в основном для того, чтобы корректировать огонь нашей артиллерии по левому берегу. Причем россияне несколько сотен стволов потеряли по левому берегу за последние несколько месяцев. Как раз вот благодаря этой работе, очень тяжелая работа. То есть это наши ребята, те разведгруппы и та часть, те линейные уже части морской пехоты, которые работают по левому берегу на этих плацдармах. Это тактические плацдармы, это не стационарные, не оперативные плацдармы тактические. Мы там постоянно двигаемся, уходя от ударов, практически, можно сказать, вызываем. Ребята вызывают огонь на себя. То есть для того, чтобы вскрыть огневые точки противника, накрыть их после этого артиллерии или отработать по передвигающимся, пытающимся сбросить наши войска в Днепр. Войскам противника работаем тоже с помощью артиллерии. То есть довольно-таки опасная, наверное, одна из опасных работ в этом режиме, в режиме разведки боем, она так еще называется. Этот режим, когда наступающее подразделение, малое подразделение, задача которого вызвать огонь на себя, для того, чтобы закрыть, определить именно огневые точки, для того, чтобы их накрыть. Есть несколько таких плацдармов, там больше 5-7 плацдармов где-то такого уровня. Основных там 3 возле железнодорожного, возле Антоновского моста автомобильного, разрушенных, и район Крынок. То есть это 3 стационарных уже, можно сказать, плацдарма тактических пока. И есть еще несколько, до 5, постоянно меняющих дислокацию. И в режиме рейдовом, там, где работают наши ребята на левом берегу, это же тоже тактический плацдарм. Один квадратный метр, на котором стоит наш десантник или разведчик, это уже тактический плацдарм. Но это первая задача. Вторая задача, только после того, как будет принято решение на форсирование Днепра, создать оперативный плацдарм. То есть это где-то плацдарм с радиусом километров 15-25, 15-25 километров для того, чтобы можно было уже перебросить на левый берег технику, артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и начать строительство понтонных переправ и дебаркадеров для движения пристани на левом правом берегу, для движения войск с помощью буксируемых барж-степок, так называемых. И вот это уже решение, когда будет решение именно на форсирование, вот оно приведет к созданию оперативного плацдарма. Но опять же, сам плацдарм создавать без принятия решения на форсирование нет никакого смысла. И создавать оперативный плацдарм без задачи двигаться дальше тоже нет смысла. Почему? Потому что плацдарм должен тут же расширяться, то есть переброска войск и тут же движение. Оптимальный вариант двигаться в сторону Скадовска, то есть это один из основных морских портов этой левобережной группировки, которая используется как, на данный момент используется как такой военный хаб, оттуда идет дорога на Голую пристань, дальше из Скадовска на Голую пристань, дальше на Олежке и на Каховку, на Новую Каховку, такая ракадная дорога, вдоль которой идет переброска сил средств противника. Потому что первая задача на Скадовск, а дальше на Армянск. Если этих задач стоять не будет и не будет сил, средств для выполнения этих задач, то сами сами плацдармы оперативные уж точно не нужны. Я думаю, пока не появится достаточное количество у нас техники, боеприпасов и готовых вооруженных сил наших, никто не будет принимать решения на форсирование. И опять же, обязательно, это очень важно, обязательно должна быть авиация. То есть сначала завоевать надо превосходство в воздухе, дальше перелопатить российские оборонные укрепления на левом берегу, а только после этого заниматься форсированием и движением на левый берег. Это уменьшит наши потери на порядок, раз в 10, и увеличит скорость движения. Поэтому лучше подождать самолеты, уже дальше не развивать какие-то направления без авиации, а дальше выполнить то, что как по методичкам наших натовских друзей, как у них по методичкам расписано веси, все эти такого рода процессы. Сначала авиация с дальними средствами поражения ракетами, а потом только зачистка. Штурмовать должны самолеты, летчики должны штурмовать, а не пехота. Пехота должна идти на зачистку, а штурмовики так и называются штурмовиками, потому что они штурмуют. То есть авиационная поддержка – это основное, а то, что дает возможность войскам быстро подвигаться. Пан Роман, и напоследок не могу не спросить вас, вашего мнения по вот этому законопроекту о мобилизации. Более жесткая версия, говорят даже, чем та, которую Путин для россиян нарисовал. Я помню ваши предложения о том, что все-таки в первую очередь следовало бы правоохранителей забрать у них брони и их использовать в качестве мобилизационного резерва. Но, тем не менее, понимаем, что эти ваши предложения не были услышаны, и там совсем другие нормы теперь используются. По вашему мнению, будет ли законопроект в том виде, в котором мы его сегодня видим, проголосован, подпишет ли его президент, или же там будет все кардинально меняться? И что вас удивило в этом законопроекте, когда вы с ним познакомились? Ничего не удивило, потому что задачи понятные. Там три задачи. Первая – это прикрыть законопроектом, разговорами о законопроекте, продажу земли с 1 января, они пытаются ее продать. А так как, чтобы негативная волна пошла куда-то в другую сторону информационную, подсунули этот законопроект. Вторая задача – это попытаться уменьшить рейтинг вооруженных сил Украины и заложенного непосредственно, повесив на него негатив по этому законопроекту, так как заказчик, в конце концов, это вооруженные силы Украины. Хотя могу им забросить этим товарищам, которые придумали вот такой ход. Это политологи в основном. По политике политологи – это их задача. Они борются с рейтингами предполагаемых конкурентов на будущих выборах от вооруженной силы Украины и лично заложенного видят как этого претендента, поэтому пытаются уменьшить. Туда в законопроект, если бы еще загнали, допустим, не только какие-то драконовские нормы, которые идут в разрез с нашей Конституцией, допустим, зацепили за слова того же заложного, что ему надо финансирование армии. Ну, останавливайте на блокпосту всех и вся и трусите их до нижнего белья, потому что заложный запросил у Кабмина, допустим, финансирование. Вот примерно так сейчас зацепились за заявку Генштаба на следующий год. То есть подход абсолютно неправильный, неграмотный. Ну, а, естественно, третья задача – это все на контроле ФСБ Российской Федерации. Для них очень важно внутренний распри, они это подогревают, потому иногда тем агентам внутри Украины, они еще до сих пор есть, им ставится задача каким-то образом столкнуть народ и армию. Ну, если столкнуть львами, причем это выгодно и ФСБ России, Российской империи, и, естественно, нашим политикам, которые видят в вооруженных силах Украины на будущих выборах конкурентов. Надо правильно к этому просто относиться. Землю мы, как бы они там не распродавали, вернем, ничего с ней не станется, включим механизм, драконовские нормы на ее эксплуатацию и вернут всех, кто сейчас ее купил за три копейки, вернут ее в земельный банк, еще и должны остаться. Это не проблема, здесь переживать не надо. А по закону варианта два. Либо его как-то нивелирует Верховная Рада, опять же, по команде, либо потом что-то президент сделает, это тоже может быть подача под президента. Дали плохое, а он такой хороший, это все зарубил, это уже было, мы это видели по безуглу, это она там предлагала призвать всех женщин, Зеленский сказал, что он это делать не будет, это подача на поднятие региона. Это все политические сейчас танцы для каких-то дальнейших действий. Для россиян очень важно такого рода давление, почему они всегда за это включаются. Это же информационный поток, который прибивает население, то есть включает негативный механизм на накачку негатива на население, который уже потом намного проще может пойти на сдачу территории, на Минск три, ну и так далее и тому подобное. Это все лежит на полочке, причем, честно сказать, ну не сильно они креативят эти товарищи, которые стоят за Умеровым. Это Умерова конкретно задача. Он министр обороны, он отвечает за мобилизацию в этом смысле. То есть его подачи, эти люди, которые за ним стоят, ну не совсем, мягко скажем, не сильно умные, слишком явно, они, вернее, показывают те свои три задачи, вот о которых я сказал. Панерман, а касательно наших союзников, по вашему мнению, вот если попытаться спрогнозировать, что будет в 2024 году, будет ли нам помощь финансовая от Европы, будет ли нам помощь финансовая и оружием от американцев, потому что, ну, в подвешенном все состоянии, все-таки ушли они на каникулы до середины января, до начала февраля и с нерешенным этим вопросом помощи Украине. Вот вернуться, отдохнувшие с каникул, утвердят деньги Украине? Да, конечно, утвердят, но эти вопросы уже решенные, там есть просто моменты, которые связаны с внутренними, внутренними дорешением вопроса. Вот кто будет, по какому проекту будут строить, допустим, стену? По проекту Яценюка, который оттуда не вылазит? Или по проекту какого-нибудь босса мексиканской мафии? Ну, то есть это ж в этом проблема. За стену Яценюка все слышали, все ее знают с калитками, а что там, да, с боссом непонятно. Вот эта проблема, они ее не шат, в конце концов, и получим мы финансирование, получим мы и финансирование с Европы тоже получим. Европа сейчас уже проснулась, она уже стала на военные релизы, прекрасно понимает, что надо делать здесь, это вообще не проблема. Получим мы достаточное количество вооружения. Все, что нам могут передать, нам точно передадут. Еще и добавят новых модификаций, тех, которые даже, может, и не мечтаем. Только раз для чего? Для того, чтобы не с помощью живой силы, не с помощью смертей тел украинцев, а с помощью технологий выполнить задачу уничтожения Российской Федерации. Ну, мы что-то видим, две ракеты зашло, нет корабля. Ну, дайте не две ракеты, дадут, однозначно дадут. Не две, а всего лишь там 140 ракет, и не будет ни одного российского корабля. Сколько надо для того, чтобы уничтожить в Крыму военных объектов ракет, допустим? Ну, 150 стационарных военных объектов в Крыму. По три ракеты на каждый военный объект, это всего 450 ракет. Ну, будут у нас эти 450 ракет, уже ж попробовали. Ну, и наши, в конце концов, если Умеров займётся не пиаром, а производством, то мы и свои ракеты можем произвести. У нас очень хорошая ракета. Поверьте, я знаю и как лётчик, и как участник иногда этих разработок. Ещё 7-8 лет назад как-то поднимали эти вопросы по этим ракетам, по «Нептунам». Знаю, очень хорошая ракета. Можно сказать, «Нептун» — это такой эксклюзив сейчас, особенно в системе наведения. Наша КБ выполнила отличную работу. И им только надо от них отстать, этим налоговикам или кто-то к ним пристал. И дать финансирование они запустят. Ещё новые ракеты. У них там такие наработки, ну, просто аховские. Там и искусственный интеллект, и чего там только нет. То есть ребята у нас креативные, лучше, наверное, креативщиков, чем украинцы сейчас в мире нет. Пан Роман, спасибо, что нашли время для разговора. Спасибо за вашу аналитику, за ответы и пояснения. Военный эксперт Роман Светан в YouTube 24-го канала. Спасибо всем зрителям, кто был с нами на связи. Спасибо за ваши лайки, комментарии. Напоминаю, о подписке на канал в случае, если вы ещё на нас не подписаны. Ну и, конечно же, всё будет Украина. Слава ВСУ. Увидимся. До свидания. До свидания.